Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Натальи Гнатенко. Добрый вечер. У Гомель пройшло посяджение областной комиссии по выборах депутатов у палаты представников Национального схода Республики Беларусь. Головное питание по радку дня – организация работы участковых комиссий по час голосования. Наши корреспонденты ознайомились с подробностями. Створить якмага більш комфортную умову для проведения голосования – это бадай головная задача як непосредных членов участковых комиссий, так и усих структур, что мают непосредное дочинение до выборов. С наступного тыня во всех подразделениях Гомельского филиала Республиканского унитарного предприемства «Белтелекам» начнут працавать дежурные. И они повинны забеспечивать беспропинную совесть участков с округовыми и областными комиссиями. Про возникнение надзвычайных ситуаций дежурные задейничают резервовые телефоны и крыльницы селкования. В связистые области готовы к проведению данного мероприятия. Будут полностью обеспечены все виды связи, которые мы предоставляем, а также проведение конференции как с Центральной избирательной комиссией, так и в районах области. Занятки с членами участковых комиссий провели и супрозонники Министерства по незвычайных ситуациях. Тут основная увага надавалась наявности сродков пожара тушения и с дольности членов комиссии корыста цейми. Непосредственно подчас голосования на участках будет организовано дежурство выратовальников. Забеспечивать парадок у этой дни будут и супрозонники милиции. На переддни они завершили проверку у всех участков. По ее выниках накировали 15 поведомлений об выявленных недохопах. А проща того, зараз в Управлении внутренних справ завершены разлик сил и сродков, необходимых для надзейной работы. Будет во время досрочного голосования и в день выборов осуществляться охрана общественного порядка именно на избирательных участках. Поэтому уже были обследованы все участки, в том числе подъездные пути с сотрудниками ГАИ, были обследованы участки для голосования. И органы внутренних дел 5 числа заступают на службу именно по осуществлению охраны общественного порядка и охране избирательных участков. Александр Сюров, Ольга Коновалова, Максим Славин, Телерадо, компания Гомель. С 1 вересня на телеканале «Беларусь-3» распочинается трансляция перед выборных дебатов кандидатов у депутатов Платы представников Национального схода Республики Беларусь 6-го скликанья. Завтра у 19.01 стартуют дебаты поміж претендентами на место у парламенте по Гомельской центральной выборчай окрузе номер 33. С 19.20 до 19.35 дискуссию будут вести кандидаты по Гомельской советской выборчай окрузе номер 34. А у 19.35 удельниками дебаты устануть кандидаты по Гомельской промысловой окрузе номер 35. Протягиваем выпуск. Усяго уручено 12 школьных комплектов. Гомельский городский социально-педагогичный центр различен на детей от 3 до 18 годов. Тут яны находятся до похода. Трапляют сюды по разных причинах. У большинства своей – за безотказного выполнение батьковских обвязков дорослыми. Организаторы акции попробовали подарить детям, які находятся у тяжкой житевой ситуации, як маха больше тепла и клопоту. Под час своего выступления Петр Кириченко пожадав школьникам отримать добрую адукацию, а головное – расти здоровыми и счастливыми. Я хочу всем им пожелать, чтобы все планы, которые они себе наметили, малые и очень грандиозные, большие, все обязательно сбылись. Потому что человек образованный, я думаю, что эти планы в основном, конечно, связаны со школой, с учебой, чтобы все их мечты, все их самые сокровенные желания обязательно свершились, потому что только человек образованный может в жизни достичь того, чего он мечтает. Потому что чудес не бывает. Надо к этому стремиться, надо многое знать, и тогда все получится. Успехов вам, дорогие ребята! Старшиня Гомельска Харвыканкама Петр Кириченко не обмежавауся только уручением портфелев. Так само у якости подарунка Гомельске городский социально-педагогичный центр отримал сертификат на набыток ульнявого обсталявания. У свою чергу дети пообицаали организаторам акции прилежно вучиться. Затем у всех присутных запросили на святочный концерт и фотосессию на память. До инших тем. Каля трех тысяч працонных месяцев было створено у Гомельской области в первом погоде 2016 года. З'еха мальпалова пропадает на долю малого бизнеса. Але часом жадание открыть свою справу у потенциальных предпринимальников стремливает недостатковая досвеченность. И тут на допомогу могут прийти организаторы стартапов и бизнес-инкубаторов. Яны оценивают перспективность проекта и распроцовывают конкретные шляхи до его реализации. С такой поддержкой открыть свою справу простей. У этого выполнился наш корреспондент Марина Северьянова. Гомельское ателье-студия «Лайк» – предприемство с невеликим стажем. Катерина Шаученко, его основатель, давно марила об организации своего бизнеса. Некольких годов была наемным работником. За этот час стала добрым специалистом, да и праца приносила задовольнение. И все-таки в будущем я набачила себя керавником, а не подначаленным. За допомогой Катерины звернулася у консалтинговую кампанию «Арыйон Белплюс». Еї специалисты проаналізовали життєздольность проекта, визначили его кошт и рентабельность. Гэта заняло усяго каля трех тиднях. После чего и знайшли помешканье и допомогли открыть ателье. По словах его господинь, спочатку было складано. Наверное, з'являлася думка ликвидовать бизнес. Але гэта была только хвиленная слабость, вспоминает Катерина. Честно, было один раз. Я же столько сделала всего, как это пойти и бросить это все. Ради чего? Столько нервов, столько сил, столько денег, чтобы потом это все закрыть и уйти, уйти в минус, оставить все. Тем более работа мне это нравится. Общение с клиентами мне тоже нравится. Але консалтинговая кампания «Арыйон Белплюс» займається не тільки развитем и далейшей подтримкой стартапов. Сюди за допомогой звертаются и вопытные бизнесмены, у яких возникли экономичные складаности. Наприклад, со сбытом продукции. Поддержка молодых предпринимателей, сейчас очень можно говорить стартапов, это лишь маленький процент в принципе нашей деятельности. Основные деньги я как предприниматель зарабатываю с управленческого консалтинга, когда мы приходим к малому либо среднему бизнесмену по его объему и предлагаем ему управленческий консалтинг. Когда мы выстраиваем для него продажи, когда мы выстраиваем для него маркетинг, когда мы выстраиваем структуру либо его стратегию, бизнес-стратегию. Зараз у штате кампании семь человек. У команды працуются только профессионалы у сферах маркетингу, менеджменту, финансов. У планах Виктора Лявоненки створить свою особливую экосистему с великим штатом профессионалов любой накерованости. Дякуючи этому, бизнесмены будут вызволены от необходимости шукать консультантов по экономичных, юридичных и інших питаниях. Марина Северьянова, Яугин Макенко, Тель-Радо, Компания Гомель. За почние пять годов агульная колькасть зарегистрованных на Гомельщине агросядиб повеличилась на треть. Разом с тем, амаль 40% этих агросядиб за весь минулый год не заключили ни водного договора на оказание послуг. Чому людзей не за усёды привабливая сельский отпочинок, высветлял Олег Синцерову. Я кажусь, фишка Петриковского района – некранутая природа. А тому и основная колькасть агросядиб находится на берегах водоёбов. На жаль, только в последние три годы уровень воды в реках постоянно снижается. Местовые жахары кажуть, что по этой причине рыбы у Припяти становятся меньше, але не настолько, как рыбаки вертались без улову. В агросядибе Сонечный берег, якая размечена у висцах голубицы, навод называют по мере, самый великий Сон, злоуленный отпочивающими, достигал 212 см и важил 60 кг. По великим рахунку, гэта агросядиба и створялся за ориендацией на аматоров рыбной ловли. Те и владельник был и военный разведчик, до речи. У свой час навод трохпакаёвую квартиру в Санкт-Петербурге продал, как нобыть участок на Петриковщине. Правда, у опошний час отпочивающих стало значно меньше. Арендатор райки, на берзе, в какой находится агросядиба, установил за каждый день рыбалки такие цены, что от приезда сюда начали отмовляться навод постоянные клиенты. Если, допустим, осуществлять рыбалку активным способом, то есть троллингом, цена будет стоить 700 тысяч в сутки. Если вы захотите побросать заброс с лодки, с места, рыбалка будет стоить 500 тысяч рублей. А если на удочку сберегать, то будет она стоить 250 тысяч рублей в сутки. Поэтому, прежде чем сюда приехать, любой турист подумает, сможет ли он потянуть это всё материально. Ся рот агуч вымых пропанул, як знижение арендной платы, так и продаж лицензии на рыбную ловлю для агросядиб, а не кожному конкретному туристу, что могло повеличить колькость опошних. Тем больше, что дейность агросядиб на промове уплывае, еще и на реализацию продукции мясовыми крамами, и поступление у бюджет. По выниках минулого года, например, сельский отпочинок на Агумишине принес прибыток больше 9 миллиардов недоминованных рублев. Причем у этой статистицы не уличиваются доходы, отриманные субъектами господарения, для яких организация сельского отпочинка не заявляется основным видом дейности, теми же лесгазами, ци индивидуальными предпринимальниками, например. Предпринимальник Сергей Хатько не утоивая, организация агроотпочинка потребует довольно значных укладаний. Можно, зразумело, набыть старый дом у вёсты и сдавать его по 90 долларов за сутки. Такие приклады есть. Аля сегодня турист у дымнику Айчины становится усе больше потребовальным. Это не должна быть какая-то развалюха реставрирована. Может быть, реставрирована со вкусом, но должен быть место очень интересное. Чтобы человек не однажды его посетил и забыл, то есть многоразово пользовался вашими услугами, конечно, надо в него вложить какие-то средства и душу. Тогда будет самоотдача от объекта. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокопания «Гомель», Петриковский район. У «Гомельской мытни» сегодня отзначили 15-ти годы с дня створения ведомостного музея. У его фондах больше, как 700 каштовных экспонатов, которые только благодаря высокому профессионализму супрацовника у «Гомельской мытни» не были вывезены за межи Беларуси. Про тихо темы в наступном материале. Конфискованная сброя, валюта, предметы мастатства, православные святыни – усе тое, что выкликало цикавость аматора у легкого обогащения и что могло быть назавсёды страшной державой. Продухиление незаконных вывозов объектов историко-культурной спадшины и увозов забороненных речев на территорию Беларуси – одна задача сопрацовников мытной службы. Во время разговора с человеком чувствуешь, как он относится к тебе, и если есть фальш, начинаешь искать, начинаешь копать дальше, как говорится. Ну и потом всплывает всё то, что было укрыто. Это монеты, это иконы, это тоже Библия была, Евангелие была, ювелирные украшения неоднократно были, посуда. За 15 годов деятельности музея тут приняли больше 7 тысяч наведовальников. Причем тут не только проводят экскурсии и святочные сустречи. Уникальный музей изъявляется выховавшим центром для молодей и местом сустречи ветеранов службы. У его стенах посвящаются профессию молодых супрацовников, проводжаются отставку ветеранов, сустракают коллег. На урочистые сустречи тех, кто стоял для вытоков створения музея, подкресливают, и он гонор гомельских мытников. Мы воспитываем личный состав на примере наших передовиков. Важно то, что все молодые люди, учащиеся и студенты, приходя сюда, понимают значимость системы таможенных органов Республики Беларусь, понимают, чем они занимаются и с интересом в последующем обращают внимание, возможно, с мыслью, а не стать ли мне таможенником. Наталья Игнатенко и Ауген Поболовец, Максим Славин, Телера до компании «Гомель». Урочистая линейка, присвяченная початку навучального года, пройшла сёння у Гомельским областным центра Олимпийского резерва по конным спорте. Гости мероприемства не только оценили досягнение в учнеу центра, а и сами опынулись в седле. Дата проведения мероприемства обрана не выпадкова. 31-го жнивня означается «День флора» и «Лаура», які лечились на Руси заступниками коней. У так званая конская свята живёл купали, упрыхожвали стушками и кормили отборным аусом. У центра Олимпийского резерва по конным спорте вырошили адрадзить традицию и у гэты день открыть свои дверы для гостей. Я занимаюсь уже где-то с 5-го класса, получается 5 лет. Мой дедушка меня катал как-то на лошадях, мне это очень понравилось. Мне посоветовали прийти сюда на конкурс. Я пришёл, мне здесь очень понравилось и так занимаюсь. Почас урочистой линейки в учне продемонстровали навыки и отримали свои дённики на новый навучальный год. От юных спортсменов чекают высоких выников и перемог на споворництвах. Мы выиграли Олимпийские дни молодёжи Республики Беларусь по двум видам. По конкуру и по троеборью. Достижение довольно-таки серьёзное, потому что это мероприятие имеет высокий статус в Республике. Ещё не производился по счёт очков по итогам всех трёх видов конного спорта. Но я думаю, что мы будем первыми в этом году в стране по Олимпийским дням молодёжи. Гэте, а так сама инша новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. У студии працывала Наталья Игнатенко. Мы сочным с разведцем падеи Гомилей в области. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Сёмкин